Привет, мои хорошие! С вами Селена. И почему же вечно в машине свет? Такое, что у меня какие-то вот такие вот полоски под глазами. Как много зависит от света, не устаю я повторять. Мы начинаем наш влог. И сегодня у меня в гостях кто? Привет! Мой крестик Нолик, красивая такая, загоревшая девчонка. Денька. Привет! Мы с ней вообще одеты в одной палитре. Сегодня будем фотографироваться, я одела это платье, потому что я никак не могу в нем сфотографироваться. Надеюсь, сегодня Кристина нас сфотографирует. И Деньку одела тоже так в оранжевые, в оранжевые, желтые, зелененькие, тома. Сейчас я иду на почту за посылкой. Одна из подписчиц мне прислала подарок, и мы сейчас посмотрим, что это. А Кристюшка пока с Денькой посидит. Да? О, да. Бежим. Крошки, крошки. Суна, спи, спи, спи. Там Кристинку моя видно. Да, смотрите, как она подсвечивается. Пришла посылочка. Пришла посылочка от моей подписчицы Марины. Что же она нам там прислала? Мне не терпится увидеть. Крис, ты будешь смотреть? О, да, нет. В общем-то, она мне прислала. Давайте сразу начнем с самого Крутенского, на мой взгляд. Запечатано что-то тут. Духи. 205 номер. Фирма Аю Дримс. Смотрите, как красивый, полностью запечатанный пакетик. Я знаю, что она мне присылала Духи. Она сказала, что 205 номер это мой. Я хочу скорее-скорее их попробовать. Что это за 205 номер? И что же она так видит на мне? Пить хочу. Зая, подожди, пожалуйста. Ты можешь показывать. Тут посылки же важнее. А ну где мы сейчас? Здесь нету на Роствертоле. Где попить? Вон там вроде кафе. Хочешь сходи? Крис, ты что? Из-за тебя чуть не упал. Я сейчас выпью твои, блин. Пей, что там у меня? Есть что пить? Вон. Что ты держишь в руках? Открывай. А, деколон? Смотрите, как красиво. Какой красивый цвет. Синий. Ну, давайте попробуем. Сладенький такой. А ну-ка, давай я пшикнусь. Или в машине лучше не псикаться? Дай я пшикнусь, а то я на свидание субь. Подожди, а малыш спит. Дай, пониклую. Подожди. Знаешь, что здесь еще есть? Она мне прислала вместе с этими духами еще целых много духов разных. Сейчас я покажу. Она мне прислала вот такую папку. Короче, я поняла, что это компания такая, типа вот Аю Дримс. Целая папка духов в какой-то фирме, я уже не помню, блин. Там есть табака. Да нет, там табака, Кристин. Короче, здесь тоже вот такая папочка. Здесь 28, по-моему, ароматов, она говорила, разных. Сама делает? Нет, это не сама делает. Это вот они в фирме работают какой-то. Ну, она работает, занимается. И, короче, у них там производство, вот свое, свое производство духов с разными такими ароматами классными. Короче, мужские, женские. Вот здесь я тоже могу попробовать разные. Папочка такая маленькая, аккуратненькая. И она мне еще прислала, блин, вот такая папка. Короче, я люблю всякие такие папочки. Это мне все интересно. И еще она мне прислала целую вот такую вот визитницу черненькую. И здесь разные ароматы. И мы здесь можем, кстати, с тобой понюхать, Кристина, 205-й номер. Вот, смотри, 103. По понюхай, да? Ну, понюхай, да. А потом мы не в машине. Давай пшикнемся, чтобы малышня не задохнула стоит. Ладно? От нашего свидания. Твоего, точнее. Кстати, тут недавно в эфире хотели тебя засватать, девушку. Брату какую-то. Брату? Почему нет? Ммм. Сладенький аромат, кстати. Да? Знаете? Я ему подошел. Ну, ты вот сейчас сзади пока посидишь, ты понюхай вообще вот. Это больше того, да. Мой, думаешь, больше? Ну, классненький, да. Аромат мягенький такой. Короче, ты посидишь сейчас понюхаешь разные. Какие тебе понравятся, я тебе дам надуханиться на свидание ими. Здесь очень много вот ароматов. И она визитница. Она ее сделала свеженькой, так что здесь все ароматы прям вообще. Давай вот сейчас понюхаем. Вот 103 номер. Понюхай. Ну, потерпи, Заят. Ты как маленький ребенок. Я же полностью за терпел. Я тоже хочу пить. Я тоже хочу пить. У меня высохло все во рту. Не так, как я. Нет, я, может быть, сильнее хочу пить. И то терплю. Все, давай 103 номер. Быстро сюда, обратно. Так мне больше нравится. Так я бы себе купила. Отдай. Пить она хочет. Как дитя малое. В конце концов. Мы уже тут рядом с горизонтом. Сейчас возьмем чай холодный с шариками, которые лопаются внутри. Мне очень нравится. Я хочу просто воды из-под крана. В общем, спасибо большое моей Мариночке. Я знаю, что она этим занимается. И, в принципе, если кто-то хочет заказать и вообще узнать об этом побольше. Потому что ароматы недорогие. Они в районе 1700 стоят. А если заниматься вообще этой компанией, то там еще дешевле. Вот. Так что теперь я думаю, что Ленка точно захочет что-нибудь понюхать и что-нибудь приобрести себе. Она у меня фанатка на духи вообще. Спасибо большое. Я буду всем пользоваться обязательно. А ссылки я оставлю внизу, где вы с этой девушкой сможете пообщаться. И, в общем-то, заказать какие-то духи. И узнать у нее что-то про эту компанию, где она занимается. В общем-то, вот так вот. Спасибо, Мариночка, большое. Открыла для Крис ноу-хау. Взяли вот эту часть с шариками. Как тебе? Да здесь свет просто такой. Я скажу, что вот именно ноу-хау это временно и... Что временно? Жизнь временна, на скором времени. Если бы я знала, молочного числа. Я видела у девочки молочного. Тебе что, не нравится? Ну, обычно. В домашнем чай холодный. А шарики? Ну, не за 150 же рублей. Крис, как всегда, на экономии жесткой. Ну, я бы не сказала, что... Тебе звонят? Да. Я бы не сказала, что на вкус это как шампунь. Мне очень нравится. На шампунь? На вкус как розовый шампунь. Не ку. Алло. Да. Привет. С кем это? Ну, уже случилось. Уже это было в утрах. Уже все, у меня нет. Так поздно. Пришел у меня. У меня все поздно. Сиренка утащила уже. Ой, зашли в магазинчик. Тут такие вот необычные всякие тапочки продают. Смотрите. Классные. Хотите узнать, сколько стоит? Ну, вдруг кто-нибудь захочет себе взять? 30 тысяч. 30 800. Ну, со скидкой. Здесь скидки сейчас до 75%. Вот. Я подумала, что... Смотри, какие. Вот эти красивые. Ой, цены. А, все, все. Нельзя так нельзя. Батарея разряжается. Короче, печально осознавать, но батарейка садится. Вообще красным просто мигает. Поэтому мы сейчас походим, погуляем по ТЦ. Мы покушаем здесь. Может, что-нибудь купим за этим в Ашан. И потом уже дома я заряжу телефон и вернусь к вам. Та-дам! Ай! Кстати, хорошо еще батарейки хватает. Обожаю в Гайдпарке фетучини с форелью в сливочном соусе. Просто бомбически. Я вот постоянно здесь ее беру и ничего другого не хочу. Привет, мои хорошие. Прошло уже два дня, я не снимала влог, потому что я пару дней вообще, по-моему, мне кажется, сидела дома. Один день мы вышли, но было неудобно снимать. Мне не всегда удобно снимать влоги, потому что иногда суета происходит. И, в принципе, ничего особенного, чтобы снимать. Сегодня продолжаем влог. Я, оказывается, его еще не закончила, поэтому продолжаем. Сегодня мы решили съездить в торговый центр Вавилон. Я там давно уже не была. Сейчас я приехала за женой моего брата и за моей племянницей. Решили вместе прогуляться. Сегодня выходной день, поэтому я решила так приодеться. Смотрите, хвостик у меня, потому что жарко. Вообще хотелось раскучными пойти, но ладно. Сережки мне эти очень нравятся. Потом покажу, как я одета, но я все время вам обещаю, я помню, и все время забываю показать, как я одета. Постараюсь не забыть. Но, может, в процессе вы увидите в итоге, как я одета. Такая кофточка на мне, шортики белые. Это я сейчас могу так показать немножко. Ну и шлепки тоже вот в этот цвет. Может быть, вы их помните. В общем, я все продолжаю искать свои кроссовочки под костюм. Посмотрим, что можно найти. Ну и вообще там зайду в один магазин. И посмотрим, что для деток там есть интересное. Вот. Так что ждем, пока они выйдут сейчас. Денечка, что ты с маминой телефоном оброшешься? Любить телефон невозможно просто. Он так пальчиками прям уже тыкает. Там что-то повторяет мои движения. Давай. Да, у мамы сам телефон. Это молодец какой-то. Вот мы наконец-таки в торговом центре Вавилон. Мы уже здесь походили. Я, кстати, прикольные кроссовки нашла. Мне кажется, я их куплю. Но они черные. Вот. Такая вот ройня. Вот мои крошки. Моя Настюля. Настюля, помаши. Всем привет. Деня тут весь у меня. Драчун. Уже все знают, что ты маму бьешь. Вот такое вот. Мы сейчас зашли покушать, короче, здесь. Потому что я голодная. Еще ни разу не ела. А время у нас уже начало пятого, да? Нет. Это без десяти четыре. А, без десяти четыре. Ля, но у меня дорогих. У меня их начало пятого уже. В часах. У меня на всех часах одни часы на полчаса вперед. Так, сын весь уже в еде. А мама тут снимает, блин. Вытролили ребенку рот. Ге. Ге-ге. Вот. Сейчас, короче, мы кушаем. Еще я прохожу, смотрю какие-нибудь кроссовочки. И, возможно, я куплю те. Мне даже со скидкой делают там новая коллекция. А скидку тысячу рублей делают. Кожаные внутри и снаружи. Мне кажется, это достойно покупки. Взяли латте, короче. Что это? У Натали. Нет. У Натали с орехом. А я взяла с кокосом. Потому что кокос мне напоминает Малибу. Лето, отдых. Так что я советую всем попробовать латте. Или латте, как я его называю. С кокосовым добавлением. Кстати, попробую. Тебе понравится? Ой, кстати. Блин, ладно, попозже покажу вам. Малой купили такие классные вещи для девушки. Все-таки милота. Покажем. Смотрите деткам, какую милоту. Ням-ня-ня-ня. Все. Настюха рот стащила. Я тоже взяла котлетки с пюрешкой. Сына поел, уже играет с моим телефоном. Сына. В общем, приятного нам всем аппетита. Вот я перекусила. Пока жду всех остальных. И хочу показать вам, что мы купили для нашей племянницы в Глории джинс. Просто вот такое наимилейшее платьице. Посмотрите. Ой, ты милота какая. В звездочке. С кармашками. Ну и сзади такое. Мы с Натальей увидели, прямо она говорит, ух ты, красота, какая красота. Вот мы взяли. И еще мы взяли вот такие классные кроссовочки. Знаете, что я люблю в Глории джинсы? Это цены. Ну реально, они молодцы. Они делают очень красивые модельки. Ну, современный же очень, да? Цвет такой. Я бы себе тоже такие кроссы бы носила даже. На липучках удобно. Тепленькие даже. То есть их можно носить уже вот похолодает. И даже еще чуть-чуть похолодает. И цены вот 699 рублей вот в кроссовке. Платьицы стоят 599 рублей вот это. И еще, мне кажется, очень классно. Тоже нам понравилась вот такая вот кофточка. Вот такая кофточка. Вот она. Здесь такая киса, а внутри такой очень мягкий начосик. Прям вообще нежный-нежный для девочки. Ну под кроссовки вообще, да? И джинсики. Будет у меня племяшка самая модная девчонка. Денечка, не бей Настю. Это он так заигрывает. Это он не бьет тебя, это он так... Знаешь, как девочек за косы потягают? Понимает ли, моя Настюна? Вот ты какая кривляка. Ты видела, о чем мы тебе купили? Кися, нравится? Да. Да? Можешь носить? Да. Так, а сколько стоит это? 499 рублей вот такой свитшотик стоит. Короче, цены мне очень нравятся. Я Глорию вообще люблю. И для себя, и для детей. И малому тоже я там все покупала. Мне кажется, там на стиле все. Так что я радуюсь. У меня есть племянница, которой можно розовенькие всякие рюшки покупать. И есть сын, которому тоже на стиле пацан должен быть. Настя, ты где? Настя, давай сюда. Давай я положу. А то испачкаешься. Пока мы тут пришвардовались, я покажу, в чем я одета. Короче, вот такая курточка у меня. Такие шортики белые. И мои любимые тапочки. Ты-ды-ды. И лайфхак. Дэя, не мешай ребенку есть. Долго я мечтала и давно хотела зайти в торговый детский центр. Короче, мы прикалываемся. Еще пойдем лазить везде. Вот здесь огромный центр. Нифига себе, мальчик. Аккуратно. Убьешь моего ребенка. Пацан тут как это. Нырнул просто. В общем, поиграем, порезвимся, посмотрим. В первый раз в таком центре. Кто это за туннель у нас, а, Дэня? Ты полезешь туда? Дэня? Давай, ползи. Ползи, говорю. Эти игровые центры просто утомительные. Мы пробежались с Дэней. Это просто ужасно. Я устала. Я устала. Что с моим голосом? Он устав тоже. Мы взяли полчаса. Честно говоря, я бы уже... Чуть девочка на нас не упала. Я бы уже отправилась куда-нибудь обратно. Дети, на городе. Что там, чернотая мама? Дэня? Мы решили отдохнуть. Натали, ты там где? Я здесь. В общем, развлечение... Развлечения от нашей семьи. Класс! Купила вот в этом магазине Марк. Марк Конни. Никогда не покупала там обувь. Впервые купила себе. В общем, кроссовочки. Красота. Но я это все покажу в покупках, потому что у меня уже много покупков насобиралось. Я сделаю отдельное видео о моей покупочке. Деньки там я то, что брала. В общем, не пропустите видео о покупках. Я буду, естественно, все мерить, показывать вам. И посоветую какие-то хорошие, в общем-то, магазины. Вот. Теперь мне надо куртку крутую купить. Ну, я не знаю. Может быть, я уже в Москве ее буду брать. Сейчас пройдусь еще. Не уверена. Но я рада. Мне про кроссовочки понравились. В итоге я купила черные. Хотела белое, серебряное. Я купила черные. Вчера фотографировались. Поставила на таймер. Теперь включаю. И первым делом таймер. Я жду, пока включится камера. Привет, мои хорошие. День следующий. Решила продолжить влог. Не заканчивать его. Вчера не попрощалась. Потому что пришла. И дела, дела, дела. А потом с интернетом проблема. И, короче, у меня теперь нет интернета. И теперь буду мобильным интернетом пользоваться. Потому что на этой квартире уже осталось недолго, в принципе. И нет смысла мне покупать йоту. Потому что я надеюсь, что будет нормальный интернет у меня, в принципе, в скором будущем. Вот. Что хотела сказать. Сейчас мы едем опять. Будет мой брат уже. У него выходной сегодня. Моя племянница. Натали опять будет. Мы в горизонт решили сходить. Они пошли в дом великана. Вот. А потом мы все-таки хочу пойти вот в это место. Я вам показывала, не показывала его. Мы там с Леной были. Ух ты, ветруганщик какой. Пылюка. Ой-ой-ой. Хорошо, что я тут спрятанная. В машине. В общем, карусельки там такие детские. Как раз таки я даже сестре своей позвонила. А она говорит, вот с малом и семь лет, она говорит, мы уже выросли оттуда. Это для вашего возраста. Так что думаю, что актуально. Пойдем порезвимся. Пойдемте с нами. В общем, мы поднялись на этот этаж. Это, оказывается, второй этаж, не третий. Почему-то я думала, что это на третьем этаже находится. А, в общем, малышку мы уже запустили. Я, как всегда, голодная. Еще ничего не ела. Зашла здесь в бариста. В общем-то, решила взять сэндвич и кофе. Вот. Мне надо поесть все, чтобы я могла нормально функционировать. Сына уже что-то тоже ест. Но я его кормила. Сейчас не буду кормить его перед этими горками. Покажу потом, как он там влезается. Если там можно снимать. Я надеюсь, можно. Ну, хотя бы ребенка с вами можем. Ой, какая штучка. Ну-ка, давай. Это, наверное, переворачивать и похоже искать. Тут вообще очень круто для маленьких детей. Сейчас мы все это обойдем. Вот эта штука мне так нравится. День, смотри, какая штука прикольная. Ну, ладно, стою тут. Все равно на целый день взяли. Кстати, здесь стоит 350 рублей на целый день. Так что пусть стоит здесь хоть три часа. Это прикольная штука, короче. Там внутри вода, а сверху плотная клеенка. И она реально как водичка. Вот Настя покажет сейчас, как надо развлекаться на этом. Вот так вот. Вот так, Деня, повторяй. Повторяй, День. Жопкины. Давай, кисе, кокос! Давай, кисе, кокос! Давай, кисе! Нажимаем на кнопку. Нажимаем. На кнопку нажим. Настя, смотри. У-ху! Ту-ту-ту-ту-ту! Фонтар! Классно! Такая классная парочка, смотри. Красавчики мои. Красавчики мои. А, вот так кладешь туда шарики. Они здесь набираются. Потом нажимаешь красную кнопку, и оно все высыпается оттуда. Ребята решили сфотографироваться в домике. Я, как ребенок, решила приличную эту. И дети тут ножки. И детские ножки. А ну-ка, попрыгай. А вообще прыгай нельзя, здесь только можно сидеть. Говорят, матрасы такие были раньше, там, спятся. Денька, а с машинкой играй. Готовишь сам, машинку? У-у-у. Наполняем кибику. Еще надо, еще. Еще, еще надо. Давай-давай-давай, нажимай-давай. Нажимай. Давай, нажимай. Нажимай. Настя, смотри. Йо-хо. Класс. Так, а Деня, походу, будет везть в папу. Машинки любит, колесики. Похоже на пятнашки что-то, да, День? Вот сюда надо нам, вот смотри, циферку какую-нибудь. Вот, пятерочку. Давай, сюда. Клади в дырочку. Ты, Талик, ты высоко полез, да? Леха, будешь не ищешься. Леха, ты не ищешься. Леха, ты не ищешься. Скажи, какая-то непонятная, да, штука, Настя? Какая-то сложная штука, да? Сейчас направится. Вот эта штука нам понравилась. У нас такой большой корабль. Вот Денька там рулит. Управляет кораблем. Денька так напитался, что просто заснул у меня на руках. А мы ждем, пока полетали. Че нам купит? Ты че заказала? Че ты папе заказала? Картошку. А я заказала молочный коктейль. Ждем. Проголодалась? Передавай всем привет. Скажи всем привет. Ты стесняшка, что ли? Говори всем привет. Детки, о детки. Что за змею? Смотри, какая змея. Все. Нет, вот смотри, она прилипла к тебе сюда. Тебе нравится? Ты ж только что не нравилась. Уберите от меня. Уберите от меня. Давай тебе шарик. Так, ждем, пока Деня проснется. А шарик нравится? Нравится? Нажми его. Нажми и покажи. Как он там? Папа. Папа, покажи нам. Вот так вот он делает. Это поприкольнее штука, да? Прикольная. А мы зашли в хофф и визуализируем. Да, Вес? Мы хотим, ну, еще, мы планируем еще детей просто, каждая семья наша. И вот мы хотим вот детские. Мы присматриваем детские для наших детей. В наши новые квартиры. Такая милота просто вообще. Вот для двух деток отлично. Нам очень нравится. Короче, мы кайфуем. А там машина, кстати, такая классная. Сейчас покажу вам. Я сразу подумала Малом, что это вообще шикардос будет просто для него. Ай, да. А у вас детская комната вообще очень классная. Такая, да, как на борту. На борту самолета. А, да, корабля точно. А, они уже знают, что я могу назвать вещи не своими именами. Удобно то, что тут, знаешь, лестница вот такая. Не такая вот металлическая. А у меня у подружки, кстати, похожие. Кстати, знаешь, что мне еще нравится? И они здесь еще, да. Здесь еще ящик. Здесь еще ящик. Круто. Вообще просто круто. Все функционально. У меня из-за света здесь прыгает фокус. Какая красота. Какая красота. Вообще, это просто мечта моя даже. А я сразу забежала на нее в балл. Да? Настя, нравится такая кровать тебе, да? Вообще, как не говори. Не свети трусами. На весь мир не свети трусами. Какую руку она не спала. Какой ноги свои. Две принцессы. А вот это, глянь. Это бутоньки, бутоньки. Вот эти бутоньки, бутоньки. Мы визуализируем кухню. Вот мне нравится вот такая даже вот больше. Сейчас я буду туда заходить, в каждую кухню и представлять, что это моя. И в какой мне будет комфортнее. Потом приду и просто куплю в новую хату. Вот это так, вкусно, да? Вот зеленый, такая, как бы, смотри, стол. Стол, мы тут как бы гости вот так вот подошли сюда. Это такая, наше гости дорогие. У себя. У себя. У себя. Зеленый цвет, как всегда, очень приятного. Спасибо. Это будет моя кухня. Или круч. Насте нравится. Пойдемте дальше мечтать. Вот такая очень хорошая кухонька. Класс. Кто-то пошел щелкаться. Сейчас они там пощелкаются, и мы посмотрим, что за фотки получились у них. Мы вас ждем. Мы потом будем смотреть ваши фотки, так что старайтесь. Где должна вылететь? А там ждем. Как впечатление? Что получится? Вышли вы, а оттуда счастливые. Это просто мы сады, вроде в камеру. Я одновременно... Я садуал про камеру, Феликс был. Да, смотрел. Что думаете, нормально получится? Как всегда. Мы всегда получится нормально. Мы ждем, ждем. Наташа забракует все. Сучилось, смотри. А, тут одна Наска везет. Ничего, Наска нормальная. Да сейчас дадим, сейчас дадим. Че кричишь? Че кричишь? Дети, дети. Но не расстраивайся. Что? Что? Обрезать. Пополница. Че, не видишь? Ну, ты с ней. Заказала салатик. Короче, мне сказали, самый лучший здесь в Кафе Ман. И какой-то новый чай. Ой, черный с клюквой. Я не знаю, что это. Сейчас все запробую и скажу. Ну, он какой-то не черный, а как будто фруктовый. Ну, сейчас посмотрим. В общем, съела я салатик и скажу вам честно и откровенно. Салат просто бомба. Будете здесь, обязательно попробуйте. Что-то там с бестроганом. Не помню, как называется салат, короче. Ну, там мясо, баклажаны. Бестроганов, да? Какой-то салат бестроганов. Вообще, очень вкусный. Очень сытный. Я все съела с большим удовольствием. Пустая тарелка. Что редко, собычное, что-нибудь достало. И сыне, кстати, понравилась эта штучка. На. На. Бери. Поможите, я взяла. Не. Продолжение следует. Прощаемся. Все, мои хорошие. Эти дни были очень насыщенными. Я устала, честно говоря. Пришли мы просто. Быстро искупались. Поели. Сейчас пойду в прямой эфир. Давайте я эфир этот... Фу, эфир. Поняли, да? Вообще, что со мной происходит. В общем, насыщенные дни. С детьми вот это вот отдыхать, развлекаться. Я точно так же с ними там прыгать, резвиться. И, честно говоря, очень выматывает. Но я радуюсь всегда, когда мой ребенок радуется. И, в общем-то, мне это по кайфу. Я думаю, все ростовские вот такие игровые центры я обойду. И буду знать, где самые лучшие. Вам обязательно скажу. Все, мои хорошие. Вас люблю. Прощаюсь с вами. Целую вас. Увидимся в следующем видео. Пока.